...концертную программу, которая называется «В созвездии Виванти». И этот замечательный концерт будет посвящаться не только творчеству выдающимся итальянского композитора Виванти, но и его современию, которые вдохновлялись итальянским стилем. И последователям 20 веки, которые написали замечательные саундтреки к фильмам, которые мы любим и, конечно же, знаем. С вами Ксения Федорова, член Ассоциации искусствоведов в России, Союзописателей России, художник, детский писатель. И я автор новой детской музыкальной книги, которая называется «Еноты и ноты». Мы издали ее совершенно недавно и получили тираж буквально неделю назад совместно с генеральным директором пансионата ШУСИ Еленой Вячеславовной Кустовой, которая является двигателем многих творческих проектов, многих творческих и спортивных начинаний. И ее стараниями здесь проходят уникальные концерты и выступают знаменитые на всю страну и мир артисты. И вот то, что интересно, в духе этих иллюстраций, которые я как художник выполняла, расписано и вот артистическое, в которое можно будет после концерта подойти и смотографироваться с артистами. Это еноты, символ пансионата ШУСИ, и из этой артистической на сцену выходят настоящие звезды классической музыки. Сегодня перед вами выступают лауреаты международных конкурсов, солист-габарист Алексей Балашов, Москва, и структный квартет Топсинского камерного оркестра под управлением заслуженного работника культуры Кубани Виктора Сороки. Свой первый концертный сезон оркестр открыл 1 декабря 1995 года и с тех пор выступал во Франции, выступал с выдающимися дирижерами Голландии, Великобритании и Российской Федерации. И поэтому этот оркестр является сильной карточкой культуры Кубани и украшает все ведущие мероприятия города и края. Алексея Балашова по праву называют «погонинником боя», за виртуозом Гобоя, за деликатную манеру исполнения, за тоткий звук, за высочайшее мастерство. Он является выпускником Московской консерватории по классу «Золотого копоя России» Алексея Юрьевича Луткина, стажировался в Европе и тоже очутил влияние европейской школы Гобойной. Он был царистом Мариинского театра и развивает активно сольную деятельность, выступая за рубежом и в России. В нашей стране Алексей Балашов уже выступил в более чем 80 городах с оркестрами 39 городов нашей страны. Он активно сотрудничает с современными композиторами и ряд произведений ему как раз посвящен. Запись Алексея Балашова можно услышать на радиорфе Еврорадио. Официальный представитель Гобойной фирмы «Гэджи Апоис» в Шанхай. И Алексей как раз играет на этом Гобое и много мастер-классов дает среди молодежи и своих коллег. Итак, открывает нашу программу концерт «Ля минор» Антонио Вивальди в трех частях. Интересно, что финал этого концерта, то есть последняя часть, звучит в одной известной телевизионной программе. А вот в какой, вы, дорогие зрители, мне скажете после выступления. Хорошо? Встречайте! «Ля минор» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 В этом фильме гопой прозвучит впервые в самом начале, когда главный герой, отец иезуит Габриэль, садится у водопада и начинает играть на своем гопой для того, чтобы привлечь на свою сторону туземцев, местные племена, диких аборигенов, чтобы вести свою работу в новом свете, миссионерскую работу. Время романтиков, время арунтуристов, время разбойников и грабителей. Это время покорения некропейцами и американцами новых, если на чистых и неизведанных миров, так скажем, да, и территорий нового света. 1986 год. Выходит фильм «Миссия». И как раз в этом кинофильме снимаются выдающиеся артисты, известные актеры, такие как Джерни Айринс, Роберт Де Ниро. И режиссером фильма «Миссия» становится Роланд Джоффре. А музыку к этому кинопроизведению пишет Нил Мориконе. И за этот саундтрек, как бой Габриэля, он получает «Золотой глобус», но не «Оскар». Однако на «Оскар» он тоже номинируется. Итак, исполнение Алексея Моложова «Кобой» и струнного квартета Топчинского камерного оркестра прозвучит «Кобой Габриэля» не у Мориконе. И, уважаемые друзья, позвольте отметить, что это сочинение написано в духе и в атмосфере удивительных, тонких и чувственных рассказов литературного классика Сан-Мерсета Моэма и сборника «Трепетлиста», который так хорошо читает на отдыхе в пансионате нашим селям. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА